Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу» в студии Татьяна Трофимова. В фильме с крутыми спецэффектами, 3D-формат, для кинолюбителей эти выражения в последнее время стали обыденными. Скоро чебоксарцы смогут увидеть виртуальную модель города, каким он был в прошлых веках. Об этом рассказала директор национального музея Ирина Петровна Меньшикова на прошедших недавно петровских чтениях. И сегодня мы пригласили Ирину Петровну в нашу студию для того, чтобы узнать о подробностях этого проекта. Здравствуйте, Ирина Петровна! Вы рассказали об очень интересном фильме «Чебоксара 18-20 веков в 3D-формате», который в скором времени появится в Национальном музее. Что это за фильм? Кто его авторы? Наверное, сначала нужно сказать о том, что фильм создается как проект, выигравший грант главы Чувашской республики в прошлом году. И вот в течение этого года мы занимаемся реализацией этого гранта. Вот. Фильм – это, скорее всего, не просто фильм, да, это мультимедийная экспозиция. Что это такое, да? Это музейная экспозиция с использованием мультимедийных эффектов. Но здесь получается не введение в музейное традиционное пространство мультимедийных эффектов, а это будет создание самостоятельной экспозиции, где экспонатом является как раз созданная 3D-модель. Вот. Проект наш назывался «Чебоксары. История в формате 3D». Вот. И он направлен на то, чтобы восстановить историческую застройку города Чебоксар в различных веков. Это 18-й век, 19-й век и 20-й век. Идея создания фильма, она, конечно же, родилась не в этом году и не в прошлом году, когда мы заявку делали на грант. Эта идея, она зародилась во время работы Игоря Константиновича Кугуракова, искусствоведа, который достаточно долгое время занимается как раз архитектурой города Чебоксары. Игорь Константинович рассказывает о том, что пришла идея, что надо восстановить те утраченные архитектурные объекты, которыми славились Чебоксары в 19-м веке. Их достаточно много, потому что вот так сложилась история, что в 20-30-х годах в городе Чебоксары из культовой архитектуры была уничтожена в большом количестве. Потом часть городской исторической застройки исчезла из-за затопления. Мы с вами и не только застройка, а исчезла и традиционный исторически сложившийся ландшафт города Чебоксары. В общем-то, вот эта вот вся ситуация, которая сложилась с исторической частью города, она и пробудила наших коллег сделать проект, каким выглядел город в прошлых веках. Каков сценарий этого фильма? С чего все начинается? 18 век взят у нас за дочку отчета, потому что это время, когда Чебоксары посетила Екатерина II. Она приехала сюда на галерах, сама она была на галере Тверь, и, в общем-то, была в Чебоксарах. Ну, известная фраза, ее вы тоже знаете, наверное, да? «Чебоксары для меня во всем милее Нижнего Новгорода». Вот. И именно вот этот период, период, вернее, исторический Чебоксары и времен посещения их Екатерины II мы берем за точку отчета. Вот. Какие основные объекты будут в этом фильме освещены? Мы берем, конечно же, как я уже говорила, историческую часть. Историческую часть Чебоксары – портовой город. И, конечно же, приезжали сюда из стороны Волги. То есть и мы предлагаем начать путешествие по городу именно с заезда Екатерины к пристани. И уже дальше осматривать город, показывая его, таким он был в XVIII веке. В основном, конечно, это будут объекты архитектурные, культовая архитектура. Их достаточно было много. Но мы не можем восстановить город, только восстанавливая архитектуру церквей, да? Поэтому создаются уже модели обычных домов застройки, да, того времени. Дома купечества, которые сохранились, которые не сохранились. Да, вот таким образом, несколько видов застройки города мы будем представлять в этом фильме. Также, кто в рабочей группе и кто своими кропотливыми ручками создает Чебоксары XVIII-XX века? Кто эти люди? Я уже, конечно, говорила, что идейный вдохновитель всего этого проекта – это Игорь Настантиночку Гураков, который проводит наиболее такую тщательную историческую достоверную… вернее, занимается исторической достоверной… обеспечением исторической достоверности нашего проекта. Без этого не имело бы смысла вообще его делать, да, просто красивую картинку делать. И, конечно же, я думаю, что надо назвать Анастасию Григорьеву, которая тоже поддержала Игоря Константиновича. И третья составляющая нашего проекта – составляющая, да, это, конечно же, техническое обеспечение. То есть это все надо переводить в программу, переводить в виртуальный вариант, создавать эти три модели по эскизам, которые делает Игорь Константинович. Вот. И это, конечно же, ребята, которые занимаются… вернее, работают на компьютерах и создают непосредственно сами эти модели. Это студенты ЧГУ под руководством преподавателей Павла Виталия Петровича и Сорокина Сергея Семеновича. Вот эта вот группа основная, которая занимается реализацией данного проекта, он достаточно уникальный для того, чтобы продолжать работу над ним. Я думаю, что это будет такой определенный этап, мы его завершаем в этом году, а проект будет дальше развиваться и продолжаться. То есть еще что-то, да, планируется? Да, конечно. На основе созданных моделей можно делать достаточно разную продукцию. Вот, допустим, если говорить о развитии проекта, да, вот сейчас мы создаем фильм, который рассказывает о Чебоксарах 18 века, 19 века, 20 века. То есть это будет такой временной переход. Мы некоторые объекты, например, Успенский собор, мы увидим, каким он был, начиная с 18 века. А это очень удивительное архитектурное строение. И то, что мы сейчас видим, это, конечно же, совершенно маленькая куцая часть того, что осталось от всего комплекса Успенского собора. Будет, конечно, создан фильм, и я думаю, что к нему мы создадим для детей еще и интересную возможность самостоятельно прогуляться по городу, так называемую бродилку, когда можно самостоятельно определять маршрут и походить за сенсорным киоском по городу, получить дополнительную информацию о том или ином объекте. Когда уже чебоксарцы и гости столицы смогут прийти в Национальный музей и посмотреть, какими были чебоксары в 18-20 веках? Я думаю, что к декабрю, вот в декабре мы его уже презентуем, представим и примем первых посетителей в нашу мультимедийную экспозицию. В республике и в ближайших регионах подобного проекта еще нет. Конечно, есть опыт зарубежный, есть опыт российских музеев создания подобного рода экспозиции. Учитывая это, конечно же, работа идет, мы продвигаемся и сложно, и очень интересно. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые, в общем-то, по большому счету на огромном энтузиазме эту работу делают. Легче работать, когда есть опыт определенный, да, а тут мы создаем все заново, впервые, и там, не поднимая головы, создаются модели. Только вот количество, по предварительным подсчетам, 200 моделей. Представляете, это вот каждая модель день в году, да, на одну модель, что, в общем-то, это очень мало. Его надо сделать, модель создать. Потом надо покрыть текстурой подходящей, да, это и камень, это и дерево может быть. И потом еще и поставить на ландшафт, который тоже надо разрабатывать. Поставить в соответствии с картами, которые сохранились, мы же делаем достоверную вещь, да. И после этого еще провести рендеринг, то есть создать этот фильм, картинку свести, чтобы его можно было демонстрировать на обычных проекторах. Ирина Петровна, спасибо за подробный рассказ о виртуальном путешествии по Чебоксарам прошлых веков. Думаю, желающих посмотреть фильм о столице Чувашии будет много. А я напоминаю вам, мы сегодня беседовали с директором Национального музея Ириной Петровной Меньшиковой. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok